Умная, цифровая, талантливая речь о школе. И сегодня мы говорим о национальном проекте образования. Гость нашей студии, начальник управления образования, мэрия Череповца, Мария Барабанова. Мария Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Вера. Национальный проект образования, это по сути три кита, система, кадры, инфраструктура. Что касается инфраструктуры в городе, в Череповце, если взять, строится большое количество школ в последнее время. Сколько, к примеру, нужно построить школ, чтобы отказаться от этой пресловутой второй смены? На самом деле, соглашусь с вами, что каждый год, год от года в городе Череповце увеличивается количество школьников. На сегодняшний день порядка 40 тысяч детей ходят в школы города. Как следствие, увеличивается количество процентов детей, которые занимаются во вторую смену. Конечно, наиболее у нас активно развивающийся, это Зашекснинский район города, где преимущественно у нас проживают семьи с детьми дошкольного и школьного возрастов. 1 сентября 2019 года мы открыли новую школу благодаря национальному проекту образования на 1500 мест. Это школа номер 23, центр образования имени Милютина. Конечно, открытие школы позволило чуть-чуть снизить процент обучающихся во вторую смену, но вместе с тем, чтобы полностью удовлетворить потребность по Зашекснинскому району, нам нужно построить еще три школы на такое же количество мест. В главе угла национального проекта образования стоит выявление развития талантов. Если вспомнить советскую систему, то раньше были кружки, дом пионеров, 100-500 кружков, как говорится, и родители даже зачастую не знали, в какой кружок ходит ребенок. Сейчас понятно, что приоритеты сместились, и родительская забота, так скажем, дополнительное образование детей. Попасть в тот же Кванториум, который у нас работает, и в Череповце, и по области Кванториума есть, довольно трудно, и не все дети могут себе позволить такую возможность. Как нацпроект решает эту проблему? На самом деле, на сегодняшний день достаточно обширный и широкий круг предлагается в системе дополнительного образования. Как в системе образования, так и в системе культуры и спорта. На сегодняшний день порядка 76% детей от 5 до 18 лет у нас занимаются в кружках и секциях. На самом деле, есть и по 2, и по 3, и по 4 кружка. Причем, абсолютно бывают разные направленности, и порой дети их и выбирают. Как и раньше, собственно говоря. Но благодаря национальному проекту в прошлом году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» было создано 374 новых места. На базе Дворца детского и юношеского творчества, что позволило в рамках достаточно большого количества направленностей принять для обучения по дополнительным программам больше 2000 детей. Как раз благодаря этому проекту был открыт проект «Экостанция» на базе Дворца детского и юношеского творчества. И, соответственно, позволяет заниматься нашим детям в рамках разностороннего их развития. Растающий снег, мы пипеткой аккуратно добавляем этих рачков и наблюдаем за ними. Рачки, артемии и третикали, гибрид, ржи и пшеницы. На этих организмах учащиеся Дворца детского творчества проверяют качество талой воды череповца. Образцы собрали в 15 точках города. Помимо метода биоиндикации, ребята проводят и химический анализ. Мы их проверяем на PH. Это среда воды. Она может быть кислая, щелочная или нейтральная. Также мы определяем воды на общую жесткость, GH, KH, содержание различных тяжелых металлов и также нитратов и нитритов. На данный момент я анализирую результаты микробиологического анализа пробы с Советского проспекта. Здесь мы можем обнаружить небольшие колонии, которые точечные. Также мы можем обнаружить более округлые и крупные колонии бактерий и различных микроорганизмов. Эти бактерии безвредны, дополняет юный биолог. По итогам работы молодые исследователи сделали вывод. Городская талая вода пригодна для хозяйственных целей, но пить ее нельзя. Теперь подобный анализ будет проводиться ежегодно, рассказали педагоги. Эксперименты проводятся в биолаборатории дворца имени Алексеева. На ее базе заработала и экостанция. Это новая площадка для углубленного изучения естественных наук. На сегодняшний день биология — это наука 21 века, потому что все технологические процессы должны базироваться на базе фундаментальных биологических знаний. Изучение природных объектов и все, что связано с природой — это интересно, потому что это окружает нас с самого раннего детства. И знать состояние окружающей среды здесь и сейчас, в реальном времени — это тот вектор, на который направлено современное образование. Экостанция открылась в начале учебного года. В ней занимаются юные биологи с пяти лет. В рамках программы приобретено новое оборудование — два микроскопа, дистиллятор и 3D-принтер. По программам дополнительного образования обучаются более 400 детей. И задействована не только именно площадка Дворца детского и юношеского творчества, но реализуются программы также и на базе Центра образования имени Ивана Андреевича Милютина, поскольку в рамках реализации проекта «Новые места дополнительного образования». Ученики экостанции в конце года защитят свои проекты. Однако ребята старших классов теперь постоянно участвуют в научных конференциях. Только в апреле их будет три. В этом году мы строим на базе 14-й школы и будем открывать новый проект — это «Школьный кванториум». Действительно, вы сказали, что нашего детского технопарка «Кванториума» всем не хватает. Это 1800 занятий, бесплатных занятий. Потребность больше. Поэтому будем открывать благодаря национальному проекту «Школьный кванториум». И это новое направление, которое предложено на федеральном уровне, когда «Школьный кванториум» может использоваться и в урочной, и во внеурочной деятельности. То есть первую половину дня — это поддержка общего образования, вторая половина дня — это дополнительная общеразвивающая программа. Много направлений будет открыто. И робо-квантум, и био-квантум, и хай-тек, и направление естественно-научного, то есть физика, химия. Кроме того, в 2022 году мы планируем открытие IT-куб в городе Череповце. И на 2022-2023 годы запланировано открытие дополнительно еще 374 новых места для реализации программ дополнительного образования. То есть система развивается на самом деле и предлагает нашим детям действительно возможности для разностороннего развития. Ну и в продолжение разговора о развитии талантов, нынешняя система образования она в любом случае основывается и базируется на тестовой форме ЕГЭ, ОГЭ. И это предполагает в любом случае наличие одного правильного ответа и натаскивание определенных ребят к той же при подготовке к тому же ЕГЭ. Насколько конечная цель национального проекта развития талантов вообще сочетается с такой системой? Давайте сначала развеем миф по поводу ЕГЭ. На самом деле контрольно-измерительные материалы, по которым наши дети пишут единый государственный экзамен, каждый год совершенствуются и изменяются. Если сегодня открыть контрольно-измерительный материал, например, по математике, то там две части. Первая часть – это, например, реши уравнение и дай конкретный запиши ответ. Или реши неравенство и запиши конкретный ответ. Вторая часть – это не просто дать ответ, а еще и написать само решение. И, соответственно, записать ответ. То есть вы видите, что уже от тестовой в чистом виде системы мы уходим. И поэтому здесь не соглашусь, что наши учителя натаскивают на ЕГЭ. Они базируются на качество образования. Ведь на самом деле на федеральном уровне на сегодняшний день создана очень серьезная система оценки качества образования, которая включает очень многие исследования. И ЕГЭ в 11-м классе, и ОГЭ в 9-м классе. Это национальные исследования качества образования, всероссийские проверочные работы. И здесь тоже нужно сказать, чтобы наши родители не переживали по поводу написания, например, всероссийских проверочных работ. Вот это работа не для того, чтобы поставить отметку в классный журнал и забыть. Абсолютно нет. Это диагностические работы для того, чтобы каждый учитель в рамках своего предмета мог понимать, а где у ребенка возможны проблемы в знаниях, пробелы в знаниях, чтобы их умело скорректировать. Одно из направлений национального проекта, вернемся немножко к тому, с чего начали, это поддержка семей, имеющих детей. Довольно общее название, при этом я посмотрела, и это огромное количество консультативных разных услуг, которым родители могут пользоваться. Расскажите об этом поподробнее. Действительно, в рамках национального проекта образования в этом году у нас на базе 41 образовательного учреждения, на базе школ, на базе детских садов, на базе некоммерческих организаций функционируют консультативные площадки, где любой абсолютно родитель, дошкольника, либо школьника могут получить консультацию по интересующим вопросам. Абсолютно разные обращения могут быть. То есть это могут быть развития ребенка, это может быть какая-то ситуация, когда родитель не знает, как поступить с точки зрения образования ребенка. Это может быть какая-то проблема, либо просто элемент, когда родитель хочет получить ответ на свой вопрос с точки зрения воспитания или развития ребенка. На самом деле работает большое количество специалистов в рамках этих пунктов. На сегодняшний день таких специалистов 80. Это и учителя-дефектологи, учителя-логопеды, учителя-психологи, кроме того, социальные педагоги. И записаться можно на самом деле на сегодняшний день двумя способами. Либо через сайт поддержка семей35.ru, либо непосредственно обратившись в детский сад, либо в школу, которую посещает ребенок данного родителя, и получить консультацию. И кроме того, консультацию можно получить тремя способами, то есть три формы работы существуют. Это либо очное взаимодействие, когда родитель приходит к специалисту, либо получить консультацию можно по телефону, посредством интернет-соединения, либо специалист может выйти в школу уже, ну, либо в детский сад и на месте вопрос обсудить. Это бесплатно? Это, конечно, бесплатно. На сегодняшний день уже больше двух тысяч родителей воспользовались данной поддержкой, получили соответствующие консультации по развитию ребеночка. Ну и о наболевшем. Пандемия коронавируса без этого никуда. И показала пандемия, что удаленный режим обучения, в общем-то, сейчас очень важный, нужный и зачастую единственный инструмент для того, чтобы продолжать обучение. Насколько наш регион готов к переходу, так скажем, полному или вообще готов к таким вот поворотам судьбы, что называется? Прежде всего, говорю о готовности педагогов. Ну, с уверенностью, конечно, могу сказать, что когда это только возникла, да, проблема в марте-апреле предыдущего года, 2020-го, конечно, наши педагоги столкнулись с вызовом. Я однократно уже говорила, что они справились с честью и достоинством на самом деле. Причем абсолютно каждый педагог, за что не устаю их благодарить, каждого в отдельности, администрацию образовательных организаций. Причем ведь тогда подключились не только школы, подключились и детские сады к вопросу дистанционного обучения, подключились учреждения дополнительного образования. И тогда педагоги действительно стали выбирать возможные варианты решения вот той сложившейся ситуации, тех событий, которые развивались. То есть выбраны были цифровые образовательные ресурсы, было создано огромное количество онлайн-лекций, онлайн-консультаций, онлайн-уроков, которые, в принципе, можно использовать и на будущее. Конечно, мы проанализировали эту ситуацию в рамках форума августовского в августе 2020 года. В течение года наши педагоги продолжили обучаться по данной тематике. И, в принципе, на сегодняшний день с уверенностью могу сказать, что каждый педагог он точно готов. Продолжение темы. Одно из направлений национального проекта образования «Умная школа», где, собственно говоря, внедрение цифровых технологий стоит в главе угла в образовательный процесс. Как именно должна поменяться школа, чтобы стать умной? Потому что в понимании обывателя все-таки внедрение цифровых технологий, это покупка гаджетов и так далее, что, в общем-то, ложится на плечи родителей по понятным причинам. То есть как все-таки работает эта схема? Ну, на самом деле, что такое цифровая образовательная среда? Тоже опять развеем мифы. Очень многие считают, что цифровая образовательная среда — это переход на дистанционное обучение, причем тотально, оно стопроцентное. Абсолютно нет. То есть ни о каком стопроцентном переходе на дистанционное обучение речи не идет. Это использование электронных технологий в процессе обучения. Однозначно, вот на стопроцентов никогда цифровые технологии не заменят живого общения с учителем и, соответственно, с воспитателем, между ребенком, родителем, то есть всеми участниками образовательного процесса. Но вместе с тем грамотное и умелое использование цифровых технологий, использование, как вы сказали, гаджетов в образовательном процессе, вот это как раз на этой нацелена цифровая образовательная среда. И самая главная цель, как и всего национального проекта образования — это повысить качество образования. И равные стартовые возможности абсолютно для каждого ребенка. Ну, то есть, если взять национальный проект, то, я так понимаю, запланированы крупные, так скажем, переоборудования и покупка вот этих вот всех разных цифровых возможностей для нашей школы. Поподробнее об этом. Ну, на сегодняшний день в данном проекте за два последних года, то есть 2019 и 2020, приняли участие в проекте «Цифровая образовательная среда» 37 школ города, которые были оборудованы соответствующей техникой для внедрения данного проекта. Но внедрение, естественно, просто оснащение техникой ни к чему никогда не приводит. Происшло обучение педагогов и постепенно идет внедрение в образовательный процесс именно цифровых образовательных технологий. То есть использование цифровой образовательной среды в рамках урочной и внеурочной деятельности. И параллельно, конечно, к этой работе присоединяются и вовлекаются в нее родители как неотъемлемые участники нашего образовательного процесса. Я благодарю вас за беседу. Я думаю, что мы встретимся еще не один раз. Поговорим и о национальных проектах, и о национальном проекте образования в частности. Спасибо за беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, гостем нашей студии была начальник управления образования мэрии Череповца Мария Барабанова. В студии работала Вера Кучеренко. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»